Продолжение следует... Как перезимовали зубры, члены РГО, сотрудниками Нацпарка приняли участие в мероприятии по охране и уходу за популяцией краснокнижных животных. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В заседании приняли участие полпредпрезидента России ВСКФО Юрий Чайко, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств. Основное внимание уделено предупреждению экстремистских проявлений и реализации антитеррористических мероприятий. Собравшиеся подробно обсудили вопросы противодействия планам Запада нести раскол в российское общество, обостряя межнациональные и межконфессиональные противоречия. Также были рассмотрены меры по нейтрализации провокационных действий зарубежных спецслужб, пытающихся использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры и иностранных трудовых мигрантов для инспирирования националистических и сепаратистских настроений. Сегодня во Дворце культуры Черкеска состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где были представлены вакансии в различных сферах экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, производстве и других. Заранее соискателями были подготовлены резюме в нескольких копиях, чтобы распространить среди работодателей. Для посетителей подготовили обширную информационно-консультационную программу. была представлена возможность встретиться и пообщаться с широким кругом работодателей. От имени главы Крачева Черкесии Рашида Тимрезова всех участников ярмарки приветствовала заместитель председателя правительства Ирина Гербекова. Сегодняшняя ярмарка – это уже, как сказал Игорь Валентинович, та возможность ознакомить вас с теми предложениями, которые существуют в нашей республике. Сегодня вы увидите те предприятия, которые выставлены на этих стендах и представили свои программы. Вы увидите образовательные учреждения, которые тоже готовы вас познакомить. Мы готовим для вас предложения для всех категорий жителей. То есть это молодежь, которая только ищет свой путь в жизни, это те школьники, которые будут выбирать завтра свою профессию. Это те уже закончившие молодые люди, которые закончили образовательные учреждения, но еще думают над своим дальнейшим путем. И это те, может быть, сегодня безработные или желающие поменять свою профессию. Партнерами ярмарки являются партии «Единая Россия», также промышленники Карачаева-Черкесии и профсоюзы Карачаева-Черкесии. Что вас приятно удивило на вас? Насколько люди с удовольствием приходят и пытаются разобраться, пытаются найти себе вакансию. И это очень приятно удивляет и радует, что население всегда готово на такие мероприятия. Технический осмотр транспорта – это обязательная процедура. Она позволяет убедиться, что машина работает исправно и не несет опасности. Как и кто проводит техосмотр автобусов, насколько важна эта процедура и как к ней относятся владельцы автотранспорта, расскажет Альбина Ламкова. Технический осмотр проводится экспертами станции. В пункте работают три специалиста, имеющие соответствующие дипломы. Проверку осуществляют совместно с сотрудниками ГИБДД. На самом деле процесс важный. Без его прохождения ни один автомобиль не будет допущен к эксплуатации. Госавтоинспекция непосредственно принимает участие при проведении технического осмотра транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров. Это категория М2, М3, то есть категория Д. Прежде чем отправляться в пункт осмотра к оператору, необходимо подготовить документы на машину, а также паспорт и водительское удостоверение. Но в первую очередь водителю необходимо обратить внимание на техническое состояние автомобиля, потому как за его спиной находятся десятки пассажиров. И он, естественно, несет не только административную, но и уголовную ответственность. Это жизнь людей, и с этим шутить никак нельзя. Поэтому и проверка транспорта осуществляется тщательно, отметил оператор пункта Ахмат Иркенов. Основное внимание уделяется техническому состоянию автомобиля, исправности рулевой тормозной системы, наличии и работоспособности всех световых приборов. Ну и, естественно, мы проверяем уже все конструктивные особенности автомобиля – ходовую часть, агрегаты и отдельные узлы. Джадду Суинбаев более 30 лет за рулем. Он, как и любой водитель, серьезно относится к техническому осмотру транспорта. И не важно, машина новая или с более высоким количеством пробега. Мы все ездим на дороге, а тем более автобусы, они отвечают еще за пассажиров. Если машина подготовленная, если водитель за ним смотрит, чинит, туда-сюда, конечно, процедура не сложна. Предварительно с руководством ГИБДД перед техническим осмотром транспорта составляется график приема автобусов. По итогам проверки владельцу выдается специальная диагностическая карта, которая котируется на территории всей страны. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. В первые строки священного писания мусульмана из Корана полностью переведены на один из самых сложных языков мира – на абазинский. Работа над переводом заняла полтора года. Авторами выступили член Союза журналистов России Роза Пазова, переводчик с арабского языка Мурат Аджиев и редактор Аслан Кенжев. Объем книги на абазинском языке составил 612 страниц. Она вышла тиражом 400 экземпляров. Идейным вдохновителем и спонсором издания стал житель аула «Красный Восток» АОС «Экзеков». Перевод осуществлен на основе выпущенного в 2003 году русскоязычного издания «Коран. Перевод смыслов». В ходе работы над текстом авторами была проделана исследовательская работа в плане развития и сохранения родного языка. Также были найдены и собраны более 40 архаизмов из абазинского языка, которыми практически уже не пользовались современной лексики. Данное издание рассчитано на широкий круг читателей. Когда мне Мурат сказал Аджиев, что нужно переводить на абазинский язык Коран, я обрадовалась. Для меня это была большая радость, потому что наш народ нуждается. Не только наш народ, вообще современный мир нуждается в духовности. Человек, главное, должен быть духовным, а потом уже все остальное. И вот каждый день прочтения этого текста, продумывания каждого слова, каждого предложения по-другому осмысливается. И это чудесная книга, это конституция. Изначально Махцеки Рим начал переводить Коран. Но он, конечно, отличается от нашего перевода, сильный при том. Но он успел перевести небольшую часть этого Корана, буквально пару десятков листов. Коран имеет около 300 листов. И он перевел немного. Но хотя он и немного перевел, люди очень читали. Я помню, когда я был маленьким, все читали его переводы. В первую очередь это рассчитано для религиозной молодежи, которая любит свой язык. И молодежь, которая хочет читать Коран на своем абазинском языке. И вторая категория – это старшее поколение. Старшее поколение, как правило, больше предпочитают на своем родном языке читать, чем на другом языке. Вот для этих двух категорий предназначен перевод Корана на абазинский язык. Начиная с осени до середины весны, каждый день без выходных, зубровод Рамазан Кипкеев направляется в лес, чтобы угостить сеном и комбикормами уникальное стадо зубров, численностью около 40 особей, которые обитают в условиях многоснежных зим архитского участка Тиберзинского национального парка. Травоятным представителям фауны, занесенным в Красную книгу. Подкормка помогает пережить зиму. Члены Русского географического общества во главе с председателем Карачаево-Чешкесского отделения Вячеславом Онищенко приняли участие в мероприятии по охране и уходу за популяцией реаклиматизированного зубра. Из Кызгычского ущелья. Наш репортаж. Ущелье Кызгыч. По руслу реки с одноимённым названием направляемся в гости к зубрам, занесённым в Международную красную книгу. Да, дорога здесь по реке. Только так можно проехать в урочище. Местами выезжаем на берег, где есть проезд. Услышав шум мотора, зубры выбегают из леса. Встречает гостей и взрослый представитель стада. Услышав звук автомобиля, всё стадо Беловежско-Кавказских зубров, обосновавшихся в Кызгычском лесничестве, собирается на место кормёжки. И буквально за минуту наш внедорожник оказывается в окружении крупных млекопитающих. Общедоступная столовая раскинулась здесь для зубров. И в сильные морозы, и в снегопад здесь накрыта поляна. И сейчас у краснокнижных животных обед. Сеном и комбикормами их ежедневно обеспечивает государственный инспектор по охране зубров Рамазан Кипкеев и руководитель архивского отдела охраны нацпарка Рамазан Хубеев. Они рассыпали в небольшие кучки овёс, пшеницу и кукурузу. Биологическую подкормку реаклиматизированного зубра сотрудники Тибердинского национального парка начинают ещё осенью, как выпадает снег. Страшно? Бывает, когда близко подойдёт, конечно, страшно. Они же не предупреждают, может кинуться. Надо даже на затылках иметь глаза, когда он близко или она. Есть вот, например, сейчас вот, видите, вон корова пошла. Если она нападает, то мать самого маленького телёнка, это её старшая дочка, она вместе с ним нападает тоже. Так что... То есть вы уже знаете повадки, да? Да, да, да. Я знаю, насколько их можно подпустить, а насколько нет. Это тоже спокойно. И они могут за мной ходить куда угодно. Я не знаю, что они там ищут. Ну, они очень любопытные. Проводят они и постоянный мониторинг популяции животных. Это убеждённые любители природы, и они преданы своей работе. Председатель Карачева-Черкесского отделения русского географического общества Вячеслав Онищенко 37 лет. проработал в Тибердинском заповеднике, и его деятельность была связана и с научными исследованиями, и с охраной. Судя по этому стаду, я вижу, что охрана отдела, казгического отдела, они очень плодотворно работают. То есть сохраняют все эти традиции, которые были заложены до нас, в наш период, и сейчас, после, когда мы уже здесь не работаем. Кавказский зубр – неотъемлемая часть, символ гордости и могущества Тибердинского заповедника. В посёлке Домбай вершина Доммай-Ольген. Вот вершина Домбай названа в честь зубра, потому что это самая высокая вершина Западного Кавказа. Это животное, у которого нет естественных врагов. Предельный возраст зубра достигает 30 лет, но питаясь жёсткими кормами, у них изнашиваются зубы, и еда для них становится труднодоступной, и тогда им сложно выживать. А инстинкт самосохранения этих животных на высоком уровне, и с виду такие спокойные, они могут притупить бдительность. На самом деле, они бывают опасными. Почему? Потому что они очень чутко реагируют на присутствие посторонних, охраняя свой молодняк. Сейчас в стадии порядка 10 голов молодняка, и вот они очень ревностно охраняют. Сейчас их подкормили, они успокоились, и вот даже вот улёгся отдыхать спокойно. Один из таких довольно эффектных представителей, самых крупных представителей стада. Почему-то опять они в нашу сторону стали направляться. Мы их чем-то... Ну, это элемент, видимо, это элемент любопытства. Очень близко. Вот к вам подошёл. И он пасётся, видите, он не проявляет агрессивности, но, тем не менее, такая близость, это уже, в общем-то, опасно. И мы на некоторое время прервали съёмку. Сотрудники архивского лесничества держали ситуацию на контроле, и через какое-то время животные отошли обратно. Члены Русского географического общества во главе с председателем Вячеславом Онищенко, приняв участие в мероприятии по охране и уходу за популяцией зубров, остались довольно увиденным. Здесь весна полностью вступает в свои права, и сейчас вовсю цветёт курокус шафран сетчатый. Вот здесь они, да? Или это будет страшно? Вот здесь их больше. Я становлюсь всё смелее, подхожу к зубрам, всё ближе и ближе. Сколько их тут раз. Ай, вот там вообще прям много-много. О, как красиво. Подкормка краснокнижных животных продолжится до тех пор, пока не появится трава. И тогда эти крупные млекопитающие начнут пастись на солнечных зелёных лужайках, и зубровод не будет приходить сюда каждый день. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачево-Черкесия, Кызгычское ущелье. Имеют место случаи выхода зубров за пределы нацпарка в населённые пункты, где они создают определённую опасность и сами становятся жертвами браконьеров или погибают от истощения. Убедительная просьба при встрече с зубрами за территорией ущелья Кызгыч незамедлительно сообщать по телефону администрации Архыского отдела Тибердинского национального парка. Завтра в Черкесске пройдёт традиционное весенняя ярмарка, где жители и гости республики смогут приобрести различную продукцию по более низким ценам, чем в стационарной розничной торговле. Свои товары представят более 120 предприятий. Ярмарка состоится на территории гипермаркета «Лента» и будет работать с 8 до 16 часов. Ну а сейчас время спортивных вестей. Какими мероприятиями была знаменательно прошедшая неделя, смотрите далее с Мадиной Лайпановой. А наш выпуск завершён. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова